Как правило, на месте оказываются за 10-15 минут. Принимают всех, без исключения. У специалистов минимум оборудования для диагностики, но их диагноз не менее точен, чем в отделении больницы. Да и минимум знаний врача скорой помощи – это азы всех медицинских профессий. И немножко больше. Задача врача скорой помощи – это действительно необъятное, так скажем. Знать все и хирургию, и терапию, и акушерство, и гинекологию, и травматологию. То есть приходится, конечно, сложно, приходится тяжело, но решаем эти задачи. Вячеслав иногда сам берет ночные дежурства. Знает основу почти всех специальностей на станции. Ведь 12 лет назад начинал здесь простым санитаром. Сейчас в его врачебной практике множество случаев. Но какой-то особенный выделить сложно. Любой вызов является необычным. Любой пациент индивидуален. У него какая-то своя проблема, абсолютно не похожая на другого пациента. И каждый вызов по-своему уникален, индивидуален и интересен. Диспетчеры принимают звонки из территории от решет до перескачки. Здесь телефон молчит редко. Обычная пауза 5-7 минут. Принимают около 180, а то и порядка 200 вызовов в сутки. Самый пик приходится на 8 и 9 часов вечера. Конечно, сталкиваться приходится с разными пациентами. Но диспетчер должен сохранять спокойствие в любом случае. А так постоянно звонки. У нас четыре телефона. И все могут одновременно звенеть. Мы понимаем, что нас ругают. И даже материал нас подает по телефону. Мы стараемся не взорваться в ответ, спокойно отвечать. Потому что смысл какой ругаться. Спокойно пытаемся объяснить, почему идет задержка, почему бы в сию минуту врач не приехал. Все врачи работают, некому пока выехал. При таком стрессовом режиме работы уже ничего не удивляет. Может быть, только благодарность от пациента. 15 бригад. Смена по 12, по 24 часа в сутки. Тем не менее, сильной текучки нет. Приходят и работают годами. У кого-то за спиной уже 30 лет опыта. И работу, и личную жизнь совмещать вполне удается. Мы на семью, и на детей. Ну, тренировки, плавание. У нас скоро занимают неплохие места. Там, спартакиадов спортивных, да, мы везде участвуем. Вот, танцующий первый раз был в том году. Тоже мы неплохое место заняли. Водитель АЗАД в бригаде уже три года. О своей роли рассказывает скромно. Главное здесь фельдшер и врач. Хотя сам может и первую помощь оказать, и пациента вовремя доставить. И даже правила движения не нарушит. Если вызов обычный, не требует, то как и все. Если, конечно, надо поторопиться, тогда мчимся. Но соблюдаем правила. Тяжелых пациентов, особенно жертв ДТП, везти нужно очень бережно. Буквально как хрустальную вазу. Бывает, в дороге больному срочно нужна реанимация. И тогда водитель ассистирует фельдшеру и врачу. В этом году АЗАД стал лучшим по итогам соревнований среди водителей скорой помощи в области. На работу не жалуется. Говорит, что специально устроился именно на скорую. Нашел я свое призвание. Помочь людям, сделать доброе дело.